Если я ничего не ошибся, ни в чём, то сейчас всё должно включиться. А я уж точно не ошибся, это ж я. Да, всё пошло. Тут такое дело, Леонид немножко потерялся в лесах Новогиреева, когда выгуливал своего волка ручного, поэтому он сейчас придёт с минуты на минуту. Я пока тут один, но это ничего страшного. Так что подходите, готовьтесь к сегодняшнему стриму. А вот, кажись, Лёня, да, вот. Всё, Лёня вернулся с лесов. С далёких гор. С далёких, да. Поэтому самое время написать нам про звук и про всё такое. И мы скоро будем начинать. Я маленько отдышусь. Да, без проблем. Я пока нас представлю. В общем, доброго всем внезапно четверга, дорогие наши зрители. Вы смотрите StopGame.ru. С вами Василий Гальперов и Леонид Давыдов. И сегодня мы впервые, наверное, за долгое время будем показывать в прямом эфире квест. Легендарный квест Grim Fandango. И, точнее, его ремастерит версию. Вот так вот. Е-е-е. Меня говорят немножко потише. Хотя кто-то говорит, всё нормально. Ну и хорошо. Да. Вот. Сейчас. Ещё буквально минутку. Подождём и начнём. Пока я тут отдалюсь. Я немного себя потише сделал. Совсем немного. Ну и... Ну вот. Будем сегодня вспоминать... 98-й год. Верни мне мой 98-й. Ты же сам недавно шутил, что у нас инвестиционный рейтинг в мусырей. Я не шутил, это правда. Ну привет, 98-й. Да, да. 98-й. Лука Сартс. Все дела. Ну будем говорить сегодня не только про квесты Лука Сартса. В принципе, наверное, про эпоху расцвета квестов. Ренессанс. Да, именно так. Золотой век квестов, который прошёл и сейчас квесты себя представляют. Ничего. Ну что-то типа Волк Камон Аз. Волк Камон Гат. Да. Где там ты должен потыкать в эти варианты ответов. И ничего в итоге не выбрать из этого. Вот. Ну что ж. Я думаю, пора потихоньку начинать. Включаем. У меня игра, наверное, с самого начала. Не знаю, наверное. Почему бы нет. Расскажешь людям. Ты же играл в оригинал? Да, играл. А ты играл? Да, да. Я тоже его даже прошёл. Но это было кошмарно давно. Но это, кстати, наверное, была одна из вообще, так скажем, первых игр у меня на компьютере. Самое интересное, что фактически компьютер, именно компьютер. У меня всегда была PlayStation 1. Именно компьютер мне купили, ну как для учёбы, как и многим тогда, но для GTA 3. То есть у меня он уже довольно поздно появился. Потому что я у друга тогда попробовал GTA 3 и помню, как сейчас, вот те невероятные ощущения, которые я испытал, увидев её. То есть там после всяких GTA 2 и прочих вещей, это было что-то невероятное. Это был, получается, 2001, кажется, в год. Гитата, 2000, нет, 2001. Да, я уж не помню. Да, 2001. Я, к сожалению, в тот момент комп вообще ничего не тянул, поэтому я не запоминал тогда. Мы купили его как раз под GTA 3, то есть, ну, чтобы она там игралась нормально. Это 16 на 9, я смотрю, сделал. Да, я сделал 16 на 9, об этом мы сегодня поговорим. Да, да, но ты покажешь там людям, как оно выглядит. Да, как оно очень странно выглядит. Но это сейчас заставочка закончится. В общем, надо, наверное, краткий такой ликбез, что-то вообще происходит. В общем, вся игра, она выполнена в стилистике, если не путаю, испанского, ну или мексиканского. Дня всех святых, Дня мертвецов. То есть, я не знаю, как это по-другому описать, просто если погуглите, узнаете, что вот именно в праздник, когда они там всех своих мертвых вспоминают, у них вот всякие куклы там висят, вот черепа вот именно так вот выглядящие, как здесь все. В общем, вот так. Даже название грим фанданга, это вообще переводится как мрачная... Ну вот, фанданга, фанданга это испанский танец, то есть как раз... Танец смерти, короче. Не знаю, насчет танца смерти, кстати. Ну да, ну фактически дословно, если это переводить, вроде как танец смерти. Я читал об этом когда-то очень давно. Ну да, я вот недавно буквально задумался, что же значит фанданга, потому что как-то до этого, ну, не интересовался. В общем, мы здесь агент по продажам, как сказать, туристических путевок на... В ад! Ну, фактически в ад на ту сторону, как бы. Сейчас мы находимся в мире мертвых, и каждая мертвая, умирающая душа, она должна, ну, пройти определенный путь, прежде чем попадет в загробный мир полноценный. И в зависимости от того, как хорошо ты себя вел, у тебя будет там разные... Четыре. Да, ну, четыре способа добраться до другого мира. Это на... там вот пешком, как мы сейчас отправили одного бедолагу. Ну, ты начал с конца, короче. Всего, по-моему, четыре, я, честно сказать, не помню. Точно помню, что есть этот девятый экспресс. Да, номер nine. Где билет, на который покупается, и тогда путешествие вот к этому миру, к финальному, займет четыре минуты. Да, вместо четырех лет. Да, потом есть вариант спортивного автомобиля или круиза по морю. Но ты тоже начал их путать. Там как бы круиз по морю, спортивный автомобиль и пешочек. Да, вот. Значит, четыре варианта всего, все правильно. Я просто не помнил, три их или четыре. Правильно, это два разных. Вот эти вот промежуточные, они там занимают побольше времени, но типа комфортные и все такое. Или вот четвертый способ, это пешочком четыре года, да. Собственно, все действия игры происходят как раз четыре года. Да, именно так. Причем, мы, значит, как агент по продажам должны... Чем больше мы продадим вот этих number nine, ну то есть на девятый экспресс билетов, тем быстрее мы тоже попадем в этот загробный мир полноценный. Но нашему герою, Мэнни Калавера, ему не везет на это дело, ему постоянно попадаются какие-то, скажем так, недостойные мертвецы. И он никак не может вперед вверх по карьерной лестнице подняться. В то время как его там коллега постоянно получает очень достойных клиентов. Вот. Ну и, собственно, на этом, наверное, такую... На этом, наверное, и все. Да, вводную часть закончим. Я хочу немножко поговорить про переиздание. Я вообще об этом хотел чуть позже, именно когда, вот, знаешь, пик, так скажем, будет. Да, потому что буквально за эту неделю их вышло только три. Ну да, ладно. Вот, и я хотел об этом чуть позже, потому что я во все три поиграл уже. А третья какая? Heroes Mate in Magic, Фаренгейт и Гримфананга. Еще Resident Evil. А еще и Рио, тогда вообще четыре полчаса. Да, сейчас вообще месяц переизданий. Да, блин, неделя даже уж. Ну, почти неделя, да. Да. Ну, считай, Фаренгейт и Хом вышли сегодня. Гримм вышел вчера. Я вышел там, да, два дня назад. Два дня, двадцать седьмого. И резидент вышел двадцать второго, что ли. Ну, в общем, короче, да. Ты карту взял? Да, конечно. Ага. Ну, ты помнишь, да, как... Это... В прохождении тебе не надо, подсказывать тебе. Тут не надо, первые полтора года не надо мне подсказать. А, ну, окей. Первые полтора года. Да, я... Так и встретимся в 2019-м, господа. Да, я, конечно, это... Понимаю, что одна из важных частей игры это диалоги. Во-первых, они тут очень такие забавные, очень крутые, хорошо озвученные. К сожалению, без русских субтитров, но это... Что поделать. А ты на плойке играешь, да? Да, я играю на плойке. Ну, разницы в этом нет. Не, ну, понятно. Поэтому я их буду все-таки по большей части скипать. Ну, потому что вы их все равно не слышите и не успеваете читать. И не оцените, да, все. Это надо... Но вообще, это вот фирменные шаферские, так скажем, диалоги, которые... Ну, Тим Шафер, что-то там есть, вдруг кто не знает. Монки Айленд, Брутал Легенд, Психонавты, Фулс Роттл. В общем, что там еще у него было. Ну да, собственно, все основные. Правда, я не в том порядке назвал. Ну, там еще всякие были какие-то ДФТ, Тентакльс, там что-то Маньяк Мэншн, по-моему, тоже было. Ну, было там. Маньяк Мэншн, да, эту я помню. Ну, то есть не то, что помню, я знаю об этой игре, но я в ней не играл. Я играл Монки Айленд, Секрет и Второе. Фулс Роттл, конечно же, Фонданго, Психонавты, Брутал Легенд. И про этих было. Брутал Легенд это не квест, конечно. Нет, я просто все шаферские игры сейчас заодно уж вспомнил. Этот, как его, про матрешек-то, господи. Стекинг, да. Еле осилил. Вот. Тут, собственно, в комментариях уже про Фулс Роттл вспомнили, и типа с удовольствием бы поиграли. Ну, почему нет? Уже горит во мне желание говорить про переиздание, но мы терпим. Десять минут только прошла от начала стрима, пока терпим. Да-да-да, потерпим немножко про переиздание. Вот. А, я только хотел это. Хорошо. Да, хотел опять с разрешением поиздеваться. Но да, терпим. Вот чуть-чуть позже, там покажем. Да-да, понятно. Вот, я, собственно... Что тут произошло? Как я сказал, диалоги мы будем пропускать. Их надо все-таки самому слушать внимательно, когда играешь. Ну и вообще, грим фанданга — это один из самых таких, наверное, крутых квестов всех времен и народов. В истории. Да. Да, поэтому грех с ним не ознакомиться. Особенно сейчас. Ну, так говори, я хотел еще отметить, что на самом деле он, наверное, вообще самый, даже вот если мы обратимся к статистике, я вот только что прогуглил этот момент. На Метакритике у него 94 меж тем и 9,3 юзерскор. Это именно у игры 98-го года. Ну, то есть из квестов, наверное, оно действительно самое-самое. Вот даже по оценкам. Вот. Скорее всего так. Я просто не вижу, где здесь можно по жанру игру отсортировать. Но вот так. Очень. Все положительно об игре. Действительно, вот в свое время я помню, когда... Я тогда играл в рисованные всякие квесты, всяких Петьки Василия Ивановича, не знаю, там, братья-пилоты, если они на тот момент вышли. Но это вот у меня примерно в одно время было. Очень помню хорошо квест «Бременский музыкант», он мне почему-то очень понравился. И вот тогда вот этот грим фанданга, он был просто, не знаю, чем-то супер невероятным по сравнению с этими 2D-шными рисованными мультипликационными... А, Штирлиц еще был. С всеми этими вот мультипликационными... Ну, Штирлиц это такой, знаешь, 18 плюс квестик был. Ну да, да, но тем не менее, так, блин, 2001 год, что тут мне уж не целых... Сколько лет было? Целых, само то, чтобы этим начать интересоваться. Да, 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 ты вот-вот очень точно, очень правильно это все охарактеризовал. Именно так. Собственно, вот тогда он был просто каким-то невероятным для меня, и мне даже «Фулс Роттл» на тот момент понравился меньше, потому что, ну, как-то... Не запомнил я вот «Фулс Роттл» именно как хорошую игру тех лет. Я в ней играл уже много позже, ну, второй раз как бы, чтобы проникнуться там атмосферой, так сказать. Вот, ну и, я не знаю, можно, как это, на официальных стримах озвучивать такую вещь, как «Пиратский перевод», но я не могу ее не озвучить. Для тех времен можно. А, потому что, короче, «Фаргус», ныне покойный, великолепнейше, просто невероятно прекрасно сделал локализацию. Вот, они даже акцент, насколько я помню, там, пытались... В оригинале же у него испанский акцент, вот он по-английски, с испанским... Ну, там много у кого акцентов, да? Ну, да, 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 я просто про главного героя. Ну, и вообще-то много у кого акцентов, да. И в русской версии они тоже попытались это сделать. Вообще, ну, как... Как смогли, конечно. Нет, ну, само собой, но все равно это было очень здорово, учитывая все, что происходило. Тогда в мире, вот, 98-й год, в России, особенно, не в мире, бог с ним, с миром, в России. Вот, в общем, прекрасные воспоминания, на самом деле, об игре. Самые радужные и теплые. Но я хотел сказать, что оригинальная озвучка здесь вообще выше всяких похвал. Тут очень такие классно подобранные имена, ой, имена, господи, голоса актеров, актеров, что сразу вообще понимаешь, что это... Ну, какой по характеру этот будет персонаж. Мэнни, что ты делаешь? Просто работа на карте, honey. Мне это очень нравится. Вот сейчас у меня, кстати, случился баг, которых в этом переиздании есть. У меня сигарета, как вы видите, немножко осталась в руке. Хотя... Не должна была быть. Она немного у меня прыгает там, где находятся физиологические первичные половые признаки. Физиологические. Да. Вот. И при том у меня рука немножко горит. Можно заметить. Такое тут бывает. На самом деле я встречал уже несколько багов. Я не знаю, это баги от оригинальной игры остались, либо это баги уже переиздания. Я в оригинальной не видел вообще багов, если честно. То есть у меня, например, там момент, где надо было тачку толкать. Может, помнишь такое? Да, помню. Вот. У меня Мэнни зашел внутрь этой тачки. То есть он ее не за ручки толкал, а он в ней сидел. Ну, как сказать, в нее провалился. И начал вот как-то... Как Флинтстоун, знаешь, вот ногами перебирать. Ну, понял, ножками перебирать. Ясненько. Какой ужас. Для тех, у кого подлагивает. Я, собственно, забежал наконец-то в комментарии на сайте и на твиче. Если у кого-то подлагивает, у нас теперь есть такая... Или она всегда была? Я не знаю. Она главная была всегда. Короче, поменять качество. Вы можете, собственно, просто поменьше его поставить. Особый, там, кроме мобайл, конечно. Мобайл там просто в пиксельную кашу себя превращает. А там, если лоу-медиум поставить, вполне годно смотрится и не будет там никаких провисаний. Ну, дропов у тебя нету, потому что у меня, как обычно, все в порядке. Не, у меня нормально. Нет, у меня тоже все прекрасно видно. Так. Ну, значит, нет, пока так ничего особенного в комментариях. Не вижу стишки тут. Меня чуть погромче, но не надо. Я вот просто микрофон опущу. Так, ну, про переиздание Full Throttle тут говорят. Которого нету пока. Спрашивают, на какую платформу лучше купить. На вид, на свой карц. На вид, на вид он тоже. Да, да, то есть, да, да, точно. Но тут, по-моему, не знаю, кто на что, кто на чем играет. Если хотите, там, где-то в метро, там, или в поездке гонять, то, конечно, на виду. А так возьмите на комп. Спрашивают, вы будете в итоге платить на санкроу? Нет, там же я сказал, там есть несколько трофеев, которые много, ну, именно времени требует. То есть мне надо там. Еще повыбивать немножко. Тут еще, собственно, спрашивают, раз уж мы Шафера-то вспомнили любимого. Broken Age. Играл ли и как? Не играл, так что никак. Аналогично, к сожалению, но нужно обязательно, потому что, по-моему, он в карусовалке года даже есть. Вот выйдет, когда второй эпизод, чтобы не вот это вот. Не вот это вот. Не вот это вот. Когда ты сидишь и ждешь нам концовки, я уж подожду. Я вот, кстати, еще хотел отметить, поглядел, сейчас специально залез, что фанданга был, по сути, возрождением, вот сейчас глянул, возрождением непопулярного уже тогда жанра квестов. Что удивительно, мне казалось, как раз самое, блин, популярное время было для них. Ну, самое популярное для них начало 90-х все-таки было. Что новый движок совершенно сделали, вот с этим вот 3D-модельками на фоне 2D-задников. Эта сигарета преследует меня просто. Вот, и что игра получила огромное количество наград вообще всяких разных, там прям вплоть до выдающейся графика, выдающейся все, выдающейся. А там от всех самых крупных изданий, даже каких-то гильдий, от Академии интерактивных искусств и наук, даже такое. Просто кошмар. Просто вышак. Просто вышак, да. Элиточка. Да. В общем, я так немножко сейчас поясню, что происходит в плане сюжета. Нам надо срочно ехать в мир живых, потому что там произошло отравление масштабное, много трупов. Вот, но наш коллега, который нам немножко мешает, он забрал там последнюю машину, а нашего водителя отпустил домой. И мы не можем добраться до места, где, собственно, это отравление и случилось. Поэтому нам надо тут как-то сделать так, чтобы механик Глодис стал нашим водителем. Для этого надо подписать разрешение. Ну вот, и мы этим занимаемся сейчас, собственно. спускаясь по веревке с небоскреба вниз. Ну да, мы зашли в кабинет шефа и изменили на автоответчике фразу, что типа секретарша там, он говорит, мол, хватит меня обо всем спрашивать, я занят, просто подпиши. Игра в перезидание вышла на ПК и PlayStation Vita и PS4, но на PS3 нету. А на всяких боксах там нету своего? Я не видел. Нет, я тебя спрашиваю, ты не помнишь? Нет, я не помню. Сейчас я гляну тогда, простите, не глядел. Сейчас гляну. Ну, по-моему, только на четверку. Да, на боксе нету. Только ПК, Vita и четверка. Вот так вот. Вот, на боксах нету и на PS3 тоже нету. Вот, но то, что на PS3 нету, это 100%, потому что я когда покупал, мне было написано, что вы покупаете для Vita и для PS4. Удивительно, кстати, почему. Не знаю, ну, видимо, есть какие-то свои плюсы и минусы этого дела. Возвращаюсь я в комментариях. Собственно, сигареты говорят, пропало, радуются. Наконец-то пропало. Она осталась внизу, а я убежал наверх. Что тут еще? Собственно, конечно же, господи, из всех перечисленных квестов я забыл самый главный и тоже один из первых в моей жизни, наверху. А-а-а. Небывальщина, пластилиновый. Да, это тот еще наркоманский квестец. Да, вообще прекрасная игра. Она мне тоже очень-очень понравилась. И просто запало мне в душу и в сердце, как мы ее с друзьями там сидели в одного компа вокруг и пытались пройти все это дело. Вот, очень здорово. Ну вот, кстати, я тут немножко за чатиком слежу. Мы спросили, играл ли кто-нибудь в квесты по Розовой Пантере. У меня тут сам последний сейчас сообщение, я до него дошел. Вот, я схожу, что у меня тут было две игры из серии Розовая Пантера, которые тоже были классными, классно рисованными. И такие немножко, как бы, познавательными даже. У меня был, по-моему, фокус-покус один назывался, а другой, а этот, как там, про лагерь, звонкое эхо-хо. Но, если кто знает, вот, их я проходил в свое время. Вот мы попали в мир живых, он очень так стрёмно выглядит, как картина. Да ладно, он прикольный. Ну прикольный, да. Мир живых здесь отличный. Он карикатурный весь, полностью. Так, можно немножко попугать обывателей. Народ уже просит начать говорить об переизданиях. Сейчас я попугаю? Вот, и спрашивают, собственно, почему 16 на 9, а не 4 на 3, и 4 на 3 гораздо симпатичнее, и все такое. Ну, не знаю. Ну, просто мы краешки не хотели оставлять. Какое, по твоему мнению, Миндордж спрашивает, какое, по твоему мнению, лучший квест-шафера? Ох. Могу шерсти перечислить. Наверное, Фонданго и есть. Я, на самом деле, не так много квест-шафера именно играл. Я много о них слышал, но мало играл. Ну, я, наверное, в целом соглашусь, да, но у меня на том же уровне находится Манки Айланд, все-таки первый. Потому что он тоже очень-очень классный. Мне очень понравилось переиздание, но я так понимаю, что к переизданию он как раз не причастен, фактически. Наверное, нет. Вот. Но тут я уже не знаю. Я не помню этого момента. Вот. Но вот и Секренд оф Манки Айланд, и Гримм Фананго очень-очень хороши. Так что вот мы, наверное, с вами сойдемся на том, что как раз Гримм Фананго и есть. Да. А вообще, если так вот спрашивать вообще про все квесты, мне всегда очень сильно нравился. Это, конечно, не шаферский квест, но серия Керандия. Я не знаю, может, ты играл, не играл. Нет. Был очень такой классный, классная серия квестов из трех штук состоящая. Вот. Такая немножко юморная, фэнтезийная. В общем, в свое время у меня нервов, конечно, поело своим пиксель-хантингом, но тем не менее до сих пор. Все очень радуются тому, что ты пытаешься параллельно вывести платину. Ну да, да, как же... Что-то так резко заприметили, конечно. Как же могло быть иначе? О чем вы, господи? Ну, конечно. Хотя, на самом деле, я там не все знаю вещи, которые надо сделать. В основном тут, конечно, ачивки очень такие символические. То есть ты должен там буквально просто со всеми поговорить обо всем, и ты уже там выбьешь почти это. Ну, а ты как вот вообще в квесты? Много играл в свое время или так? Проблема в том, что когда эти квесты были, интернета не было, и обычно я хотел играть много, но играл немного, как ты понимаешь. Ну да. Потому что в какой-то момент ты встречаешь место, которое, хрен пойми, что делать. Ну да, и никак. И вот, да. И не загуглить. И не загуглить. И потом, через сотни лет, ты узнаешь, что там надо какой-то абсолютно абсурдный поступок сделать, который даже... Как и в большинстве квестов. А? Как и в большинстве квестов почти. Ну да, да. Здесь-то фантасмагория какая-то такая происходит, вот эти все вещи. Оно поэтому... Все какие-то не всегда очевидные поступки здесь, в принципе, оправдываются. Ну, это да, да. Тут есть такое очень... Меня немножко бесит в таких квестах подобное. А с Grimm Van Lang это еще хлещ. Тут же, блин, предметы не подсвечиваются. Здесь только голова у него поворачивается. Да, только голова смотрит в определенные места, но все равно она иногда смотрит в ненужные места. Да, не совсем так, как надо. Это правда. Но вот на самом деле мы с Васей вчера об этом чуть-чуть тут пообщались. И я считаю, что, на мой взгляд, ребята, которые делали ремастер, совершенно напрасно не сделали хотя бы как опцию в меню подсветку активных объектов. Ну, мы можем, наверное, перейти наконец-то к обсуждению переиздания. Да, но давай я вот закончу про подсветку на объектов. Почему? Потому что, ну, мир изменился. Реально. В 98-м году, как ты правильно заметил, не было нормальных интернетов, по крайней мере, в России. Даже там двухтысячных в начале. Чтобы погуглить что-то, прохождение какое-то. Если ты застрял, то ты застрял капитально, и ты должен был, блин, пробежать все локации заново, проверить все углы и все такое. Но по-другому никак нельзя было сделать. Вот. Тогда ни о какой подсветке вообще не было речи. И нынешнему поколению, ну, там, знаешь, такой старый пердун сейчас сидит. Эээ, нынешнее поколение, младняк там. Вот. Нынешнее поколение, оно не сможет играть в такие вещи. Ну, реально не сможет. Это очень тяжело. По крайней мере, самостоятельно без гугла играть в такие вещи. Ну, да. То есть, ну, реально, я очень опечален этим фактом, что не сделали таких вот вещей. Конечно, тут на самом деле видно активные предметы, потому что активные предметы в основном трехмерные. Ну, да, все остальное рисованная плоскость. Да, но тут иногда очень... Но на оригинале такого не было видно, потому что, ну, это сейчас тут сглаживание и так далее. А там как-то все такое было рисованное. Собственно, мы перешли сами к той части. И раз уж ты тут бухаешь неистово в кабинете, правда, уже, наверное, перешел дальше. Да, 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 я уже перешел, но я могу вернуться и побухать еще. Вот. Покажи людям, что происходит. Ну, в том плане, что... В чем именно ремастер в данной версии и что они сделали. В общем, ремастер в данной версии очень странный, потому что, ну, тут как в Дань, там, не знаю, Хейла, есть кнопка, когда ты можешь на одно нажатие сменить старую на новую версию и новую на старую. И вот, как бы, оригинальная версия. Вот ремастер. Ну, вот я сейчас сказал, мы пока не видим, поэтому... Ну, они, люди-то видят одновременно. Почему? Ну, потому что до них дойдет, когда идут эти... Короче, не буду объяснять, они усы видят, когда я говорю. Ладно, хорошо. Вот. То есть, сменилось как раз сглаживание и... И текстурки. И текстурки. И немножко освещение поменялось на 3D объектах. Нет, освещение теперь вроде как динамика. Ну, я читал. Но в ремастер, где, типа, динамическое, хотя я смутно представляю. Ну да, тут очень смутно представляется. Вот это все, то есть, они добавили сглаживание. И как бы это на самом деле все, что тут толком изменилось в плане ремастеря, да... В техническом плане. То есть, да, тут, конечно, менюшка другая стала. Какие-то там есть спешл фичерс. Типа, можно включить комментарии шафера по ходу игры. Это, конечно, забавный бонус. Ну, это для любителей, для фанатов. Как, знаешь, на блюрейчках там. Ну да, да, да. В шансерских комментах. Вот, ну и плюс ко всему здесь добавили 16 к 9 и 4 к 3. Оригинальные 4 к 3. Вот, и оно очень странно. То есть, если вы сейчас посмотрите, у меня Мэнни внезапно стал довольно выше и менее толстым. Каким он и был, по-моему, в том самом 98 году. Дело в том, что почему-то шафер внезапно решил, что будет достаточно просто взять и растянуть изображение до 16 к 9. В результате все превращаются в низкорослых толстяков. Что, в принципе, ожидаем. Хотя такими не являются. Да, хотя такими не являются. Я все равно играю в 16 к 9, потому что ты в какой-то момент привыкаешь, что играешь за толстенького персонажа. И норм. Как бы становится. Но это, мне кажется, не дело. То есть, если посмотреть на тот же Resident Evil HD. Ремейк HD. Окажется, что там, как ни странно, то же самое. 3D-модельки ходят по двухмерным задникам. Но вот там почему-то разработчики умудрились сделать так, что ничего не растягивается. Они просто добавили скроллинг экрана, когда ты по нему идешь. Тем самым, как бы подрезая его под 16 к 9, в результате никто ничего не толстеет, не растягивается и так далее. Здесь что-то решили такие, знаешь... А, и так сойдет. Ну, собственно, мы затронули, наконец-то, слободневную тему про ремастерды в целом. Ну, короче, давайте сначала я твой свой спич небольшой. Про Resident Evil я ничего не знаю. Я вот про те три ремастерды, которые вышли на этой неделе. Ну, и вообще, в целом, про ремастерды. Все мы понимаем, для чего они сделаны. Конечно же, они сделаны для того, чтобы выкачать из всех нас бабло. Это сложно отрицать. И да, это, наверное, правда. Причем, ну, ремастерды... Блин, короче, переиздание. Я буду называть их переизданием, потому что слово ремастер меня задолбало. Ну, хорошо, разрешаю. Да, в общем, вот эти переиздания, фактически, ну, они паразитируют на известном бренде, ну, на мой взгляд. Да, честно, мне очень, да, хотелось поиграть в тот же грим Fandango на PS4, поэтому я его купил. И таких, как я, будет много. Поэтому, наверное, наверное, это хорошо. Но, с другой стороны, у нас же сейчас все все ненавидят вокруг. И люди у нас считают FPS, считают, там, разрешение, там, Full HD, не Full HD. Все вокруг кажется говном. Все плохо. И поэтому очень много всегда недовольных. Причем недовольных обычно больше. Ну, то есть, я лично... Не, может, их не больше, они просто громче. Ну, они громче, да, как обычно. То есть, все, кому понравилось, они тихо купили и играют. Выбивают там свои платья, но надувают шарики. Вон тут я вижу. Ты постоянно переключаешь между оригиналом и оригиналом. Ну, я не постоянно, но иногда. Ну, я понял. Да, но, с другой стороны. Есть такая вещь, как, например, переиздание для мобильных платформ. И, если честно, мне вот непонятно, почему не тот же Fandango не сделали. Возможно, лениво было управление переделывать. Забавно, что они управление-то на самом деле переделали здесь. Да, да, я вот об этом же. Они переделали его для консольной версии, но, видимо, не захотели, может быть, делать для тех же мобилок. Почему вспомнил про мобилки? Буквально вчера, а, буквально сегодня вышло переиздание Фаренгейт и вышло переиздание Heroes of Made in Magic 3. Возвращение Рафии. Или я бы осрался с названием, да? Нет, Возрождение Рафии. Возрождение, я Возвращение. А, Возвращение. Да, я просто что-то... Возрождение, конечно. Я лично свои впечатления озвучу, вот от всего, что происходит. А, во-первых, для Фаренгейт. Фаренгейт в Стиме, вот этот ремастер, стоит 250 рублей. Что, на мой взгляд, отличная цена для такой игры. Да, там ни черта не сделали. Но она в Стим. Она в Стим, и она идет, потому что старая игра в режиме совместимости даже на Windows 7 нормально не шла у меня. Она баговала, какие-то были проблемы. Сейчас багов нет, и все работает. Ну, собственно, так же можно сказать и про грим Фанданго, потому что... Да, именно. Я бы к этому сейчас приду, просто я вспомнил про мобилы как раз. Да. Че врал? Забыл. Оренгейт, 250 рублей, все дела. Хорошо. Для iOS, ну, на iOS, на iPad, игра стоит 6 сотен. Это, на самом деле, кошмар, конечно. Ну, то есть... Но Apple же там в два раза подняла цены. Да, но мы не забываем о том, что Apple действительно подняла цены в два раза, и номинальная игра бы стоила 300 рублей. То есть те же самые, что и на компе. Извините. Вот. Но поиграть в Фаренгейт на мобиле, это прекрасно, по-моему. На iPad, в метро, там где-нибудь в поездке, это просто супер. Но интересно, как это в метро выглядит. Ты такой, сидишь и это... В наушниках, как и Wolf, и Малангас, и остальное. Сидишь и долбишь такой на все кнопки, когда там экшн-сцена происходит. Это забавно, наверное, в метро. Я вот теперь вот об этом расскажу. На самом деле, очень странное управление сделали. Ну, то есть, нет, оно, в принципе, неплохое. Там можно вот этот тач использовать по всему экрану. Но есть несколько огрехов. Я прошел пока где-то локации 6, наверное. Нет, вру, какие 6. Три из Фаренгейта. Само там кафе. Ну, в общем, первые три начальные локации. Там есть скорость движения пальца. Ну, то есть, если помнишь, некоторые движения в Фаренгейте нужно было делать медленно. Там, например, как открыть дверь. Вот. Очень туго это делается на iPad. Это первое. Второе. Неудобное перемещение камеры. Оно там действительно не очень приятное. Я, наверное, вообще был одним из первых в России, кто ее скачал. Я первый отзыв оставил. Ну, там, в App Store. И мне интересно посмотреть будет сейчас следующие отзывы. То есть, вот люди, что будут писать. Потому что мне показалось, что в некоторых моментах управление реально неудобное. Но, правда, в этом. В обучении. Когда я проходил обучение, там, мне показалось, что неудобно. Но во время игры вроде привык, приноровился. Но бывают баги. Именно вот управление проскакивает. Нажатие по тачу. Например, тебе нужно квик-тайм-венте там левой рукой сделать там влево, а правый вверх. Ну, как на консоль, там, кружочек и треугольничек, да? И бывает, получается так, что у тебя почему-то засчитывается, что ты оба пальца вверх сделал. Ну, то есть, квик-тайм не срабатывает. Вон, там люди, вон, как раз нашли мой комментарий в первый отзыв. О том, что... Всем привет от StopGaming. Это я написал как раз. Я говорю, я, наверное, первый в России ее купил и первый отзыв оставил. Гордость, первый в России. Официальный обзор от StopGaming. Официально. Да, да. Про героев. Ну, в общем... Давай, види, я тут все равно, у меня диалоги, все фигня. Как небольшой резюме, если вам так же нравилась Фаренгейт, как мне нравится, то я советую купить ее на комп. Если у вас много денег, вы часто ездите и на комп, и на iPad. Потому что, ну, игра действительно дорогая. Не уверен я, что она там стоит своих денег, но я ее бесконечно любил в свое время. Вот. Поэтому купить это. Дальше. Герои. Давай, герои. На этом... Как это называется? На iPad выглядит точно так же, как просто Герой 3. Ни черта не поменялось. Вообще при чем. Ну, так оно вроде и вообще выглядит так. Не, ну, там типа HD все дела. Ну, то есть, да, там... Да и на ПК никто HD не видит, на самом деле. Вот, да, пересованные фигурки, все такое. Ну, фиг знает. Да, прикольно, на iPad, но... Они вообще не сделали никаких подсказок. Если вы не играли в Героев 3, ну, вот... Когда-то тогда давно, то вы просто обозретесь. Ну, реально. Там очень неудобные менюшки. Они не адаптированы никак. То есть, интерфейс там просто кошмар. Мелкие иконки не подсвечиваются. То есть, если, например, на компе ты наведешь мышкой, да, он тебе там напишет, что эта иконка означает. А тут, короче... Просто, короче, беда полная. Ну, очень аккуратно. В бою... Ну, в самом бою... Я постоянно тыкаю мимо тупых этих врагов. И, например, когда нужно лучником стрельнуть во врага... Он подходит к нему, да? Да, он к нему подходит. Вот, я такой... Ну, чего это происходит со мной? В общем, короче... Короче, на самом деле, если смотреть, кто сделал за последнюю неделю переиздание, если от лучших идти к худшим, то можно сказать... Это GTA 5. Нет, за последнюю неделю... Да я смеюсь. Это... Наверху будет Resident Evil, потому что они там, по крайней мере, постарались и 16-9 сделать, и текстурки получше, и управление, и так далее. Потом Grim Fandango, потому что хоть 16-9 хреновое, но в целом остальное все хорошо. Потом идет, наверное, Фаренгейт, потому что для iPad'ов неудобное управление. И ниже всего герой, потому что там ничего не сделали, судя по скриншотам. Он написал, говорит, что там есть туториал. Ни хрена там нет. Этот туториал стоит из двух экранов, и там нарисовано, что если ты кликнешь один раз, то герой поскачет. Если два раза, то он атакует. Если там долго зажимать, то будет... этот... Как это? Ну, сопроводительное письмо. В общем, короче, хренатая. Плюшевая, вот что он сказал. Я думаю, что в Steam'е будет тоже все это очень грустно. Ну, по отзывам про героев этих. Ильичинзи. Вот. Поэтому. Поэтому вот такая. В итоге, про ремастериды. В общем, выкачка бабла, но любимые игры. Поэтому, кому не жалко, те покупайте, наслаждайтесь, ностальгируйте. Я уже в каких-то стримах говорил, что сейчас эпоха ностальжи. Она приносит огромное количество денег. Именно поэтому сейчас по комиксам очень много снимают всего. И всяких ремейков в старых фильмах делают. Ну, и игр, собственно. Это работает, это приносит огромное количество денег. Потому что, вот, например, такие, как я, покупают без разбора. Хрень потом печалится или радуется, наоборот. Но покупают. Вот. Расскажи, что ты делаешь, а то люди пишут, что... Непонятно, да? В общем, в итоге, я сумел там сломать пневмопочту и украсть у моего вот этого товарища по работе женщину. Как там, Мерседес, что-то там. Мерседес Коломар, по-моему, ее зовут. Вот, она там просто ангел воплоти. Ну, уже не воплоти. Вот. поскольку она там при жизни никого не обманывала, не воровала, там, в каких-то постоянных волонтерских программах участвовала. Ну, и так, в общем, ей билет на девятый этот поезд был обеспечен. Но в итоге оказалось, что ничего, когда Мэнни попытался продать ей тур. Вот. Ну, а поскольку он украл этого, эту женщину у своего компаньона, то его обвинили в этом начальство и заперло вот сейчас вот в подвале, откуда ему помог сбежать местный Чикевара и Фидель Кастро в одном лице Сальвадор Лимонес, который говорит с таким очень классным акцентиком. Ну, и вот, собственно, он выяснил, что вот в этом Department of the Dead, в Департаменте Мертвых, происходит какая-то нездоровая херня, вот как раз обманывают всех с турами и так далее. И Мэнни должен помочь ему выяснить, кто за всем этим стоит. Вот, собственно, завязочка. Вот. И я снова вернусь на переиздание, потому что народ тут взбаламутил немного. Я, на самом деле, очень косоязычный чешвек и не сделал некоторых выводов. Здесь правильно мне все написали, что, на самом деле, перемастер переиздания делает для того, чтобы запустить любимую игру на современных ПК и консолях. Это правда, и да, именно для этого, наверное, они нужны, но зачастую не хватает. Ну, хочется чего-то большего за те деньги, которые за игру просят, ну, правда. Да, я тоже не смог там запустить Фаренгейт на нынешнем, да, вот, компе, а ремастер нормально все запустился, все хорошо. То есть, это здорово, я с удовольствием в него поиграю. Но за Фаренгейт, ладно, то есть, там 250 рублей, я согласен. про героев и Steam я был прав, я сейчас уже посмотрел, и мне здесь сказали 52 положительных только. Из скольки? Не знаю, становим, половина. Сейчас посмотрю, подожди. Я не знаю, как там правильно это считается, но, видимо, не... Ну, там справа от игры страница магазина должно быть написано. Я уже, я просто закрыл. Очень для отрицательной все. Сейчас закроем. А то, что вот про мобильную версию героев и то, что она там крутая, крутая, наверное, не сама, а тот факт, что она есть. Просто все очень ждали героев на мобильную, ну, на мобильник, на все ее купили, особенно те, кто там лютейший играл в него в молодости. Но я точно не знаю, там Костя, если нас сейчас слушают, он мне подскажет. Я так понял, что там нет мультиплеера. То есть нельзя с друзьями играть в мультиплеерные игры, а герои нужны, блин, только для этого были всегда. Ну, там Hot Seed же всегда был самый популярный. По крайней мере, у нас в школе, когда народ после уроков собирался вместе, начинали каждый раз новую партию, потом сохраняли, говорили, когда-нибудь продолжим и никогда не продолжали. Ну, так вот, я не знаю, подскажите мне, кто там, кто уже поиграл, например, что там с мультиплеером. Hot Seed понятно, а не Hot Seed. Ну, реальный, нормальный мультиплеер, просто с другими людьми. Есть что-то такое? Я так понимаю, что нифига там этого нет, и как бы это тогда полная печаль. Вот меня тут спрашивают, естественно, кого еще, кроме меня, трудно ли платинов Grim Fandango? Нет, это одна из простейших, наверное, сейчас платин. Просто надо пройти игру, выполнив определенные некоторые действия, которые вы можете там почитать на специфических сайтах. Вот, единственное, что надо сперва переключить управление на олдскульное, вот это вот танк-контрол, то есть, когда куда поворачиваешь, туда персонаж поворачивается, а потом только вперед-назад нажимаешь. Вот, потому что есть ачивмент такой, пройти всю игру с этим управлением. Ну, это олдскул, 3000 просто. Ну, да, да, да. Все, подсказываю, что нет нифига мультиплеера на iPad никакого. Вот, но это про героя. Ну, ясно, что не про Grim Fandango. Да, так что, ну, очень здорово, конечно, что он там вышел, но, ну, блин, ну, сори, чуваки. Все, кто считает, что 10 из 10, окей, я очень рад, что вам понравилось, но мне нет. Я говорю, я свое мнение озвучиваю, ни мнение сайта, ни мнение там чего-то, мне не понравилось. Мне очень нравились третьи герои на компе, особенно Ирафия, я не знаю, моя любимая. Но, ну да, я буду играть в нее на iPad, но я с большим, гораздо большим удовольствием буду играть на iPad в Фаренгейт. Просто с неописуемым гораздо большим удовольствием. Иди же. Да. Ну, я тут пытаюсь не забыть, что делать. Вот, например, сейчас тут картинка, вот посмотрите на размеры Мэйни, и вот посмотрите на этой картинке что-нибудь найти неподсвеченное. То есть, он там размером с 4 пикселя. И такое бывает на таких картинках что-нибудь бывает надо искать. Ну, или что-то делать. Собственно, я открыл профиль героев. Правда, не то, чтобы открыл, у меня почему-то Steam стал резко на английском. Я не понимаю, почему. Ну, не знаю, ладно, стал, стал. Бог с тобой. Человек говорит, что не играл в Grim Fandango, но музыка понравилась. Музыка прекрасная. ну, и спрашивает, ради чего-нибудь еще стоит мне играть, ради всего в нее стоит играть. Ну, в общем, если человек, я просто, где-то ты увидел, я не вижу, а, увидел, геймс-смотр, который. Ну, может быть, вот, да-да-да, все увидел. Если ты не играл в квесты никогда, ну, или жанр тебе не нравится, то смысла не особо много. не знаю, по крайней мере, ради истории, ради, вот, персонажей и так далее, можно, не знаю, с прохождением пройти, если квесты не привлекают. да, здесь очень крутой мир, очень хороший мир, действительно, проработанный, отличный, интересный диалоги, интересная игра, вот, поэтому, можно попробовать, но если квесты не нравятся, то, наверное, нет. Мне эти воробьи, которые скелеты, нравятся очень. они такие классные всегда были. Я, собственно, открыл страницу героев в стиме. там, микс, отзывы, и только 52 положительных, соответственно, 48 отрицательных. Вот. Всего 284 ревью, и люди пишут, что, короче, в большинстве, с процессом, но те, кто поиграл уже там по 8, по 10 даже часов, все пишут, что это, короче, полный шлях. То есть, что своих денег это не стоит. Вот я последний, сейчас вижу комментарий, они все отрицательные, да, все отрицательные вообще, и типа, на больших мониторах полная печаль. полная классная выглядящая моделька черного дракона, не похожа на HD. Ну, в общем, вот мне, я читаю, вот смотрю отзывы, все плохо. Я думаю, сейчас еще, когда еще народ поиграет, я думаю, что будет еще хуже. Ну, и поделом, я считаю. Ну, в целом, я тоже так считаю. Но вы просто на iPad, хорошо, я поиграю немножко на iPad, но это все. для сравнения открыл Grim Fandango. Very Positive, 89 положительных, 204 ревью на данный момент. Ну, собственно, вот, вот все, что вам нужно знать. Играйте в Fandango. Здесь гораздо больше людей, которые поиграли большее количество времени. Сейчас посмотрю, что у Фаренгейта, раз уж у нас тут про переиздание. Ну да, сегодня такой вечер переизданий. Фаренгейт. Ну, я думаю, Фаренгейт вообще прикольно, но очень мало пока ревью. 97 положительных, правда, всего 38 в этих отзывах. До 200, когда дойдет, можно будет сравнить примерно. Но я думаю, что динамика не изменится, потому что Фаренгейт очень любили. Он фактически остался точно таким же, каким и был. Но все рады, что мы смогли его запустить. А я очень рад, что он вышел на айпаде, я не жалею денег. Даже для того, что он неудобный немножко. Чего страшно. Спрашивает длинная вот игра, ну, относительно длинная, конечно. это еще из тех квестов старой закалки, когда нужно было реально заморочиться и несколько дней сидеть. Ну, какие дней? Если без всяких гуглов, то на тебе месяц там какой-нибудь. Это да. Тут вон кто-то говорил, что полтора года проходил. Вполне может быть. Я Керандию пять лет, наверное, проходил. То есть я на одном месяце застопорился, пока интернет не появился и не узнал, как там одно место проходить. Я как бы вообще... А было еще классное в первой Керандии. Очень забавный момент. Дело в том, что там надо было пилу достать из-под верстака своего и отдать чуваку, чтобы он починил сломанный мост. Так вот, фишка была в том, что существовала багнутая версия игры, где ты не мог ничего забрать из-под прилавка и у тебя не было этой пилы. И я вот в нее играл и я думал, что надо что-то другое делать. А на самом деле, ну как бы... Дело было не вовне, а в игре. Вот так. Ну вот так обычно бывает сидишь такой на себя, ругаешь, бац, а игра-то не очень. Если играть не очень... Да я так, отвлекся я на самом деле. А, понятно. Должен был что-то сказать. Я чат считаю, а люди спрашивают, на что в итоге купить фонданго-то. А? На ПК, на плоечку. На что купить? Мне кажется, без разницы, что у вас есть. Ну и где там дешевле, наверное, на ПК дешевле стоит. На плоечка на 750 рублей стоит, на ПК, наверное, там 350. Все так. Ре, сейчас... Но если вы хотите одну из самых простых платин, то вы знаете, куда обращаться. Ну, на самом деле, смотрите, покупая на плойку, вы покупаете на две консоли. На Авито, то есть покупаете как бы портативную версию фактически, и на PS4, да, и легкую платину. То есть все, кто задрачивает PlayStation-овские игры и кому больше нравится играть на консолях, PS4, а так все на ПК. Плюс, как бы все... Ну, у нас же много людей, у кого там... Даже я не смогу Фонданго нормально пройти на английском. Даже я! Ну да, тут иногда бывает очень-таки... Ну, в общем, там, да, такие, чтобы вникнуть во всю сюжетку и в прикольные... Даже скорее, не во всю сюжетку, в сюжетку-то можно вникнуть... Ну, в мир. ...в какие-то мелочи в диалогах. То есть какие-то такие мини-шуточки, которые тут есть, основаны там, не знаю, на языке, там, на, как сказать, на игре слов и так далее. Ну, тогда на ПК, потому что там какой-нибудь какой-то расификатор смогут прикрутить сто процентов. Да уже, наверное, прикрутили. И уже, наверное... На старой версии. Да, скорее всего. Так, что-то, ну, Resident Evil, ладно, DuckTales. Если вкратце, о чем игра, то я пропустил. Ну, блядь, люблю квесты, особенно интерактивные. Что значит интерактивные? Ну, Фаренгейт, вот он говорит. Фаренгейт не квест. Важно. Отстань, я читаю, что пишут люди. Вы еще скажите, что Telltale делает квесты последние, там, четыре года. Я посмеюсь вам в лицо. Нет, первый, самый эпизод был квестовый. Там что-то надо было собирать. У этих, Walking Dead. Да ничего там не надо было собирать. Надо было, где домик. Да не надо было там ничего собирать. Там какую-то пилу надо было тоже найти, блин, которую, если ты не нашел, ничего не происходит. Что ты сделал? Не надо там ничего было собирать. Отстань. Это не квест. Дерьмо собачье. Они раньше делали квесты, когда они делали Sam & Max. Эти сезон. Хэштег Васи не ори. В комментариях. Я понял, да. Я просто решил тебя прервать. Он очень правильный хэштег. О, нет. этот человек пропоминает, что были еще квесты, в которых можно погибнуть. Кстати, тут, по-моему, тоже можно погибнуть. В Runaway можно погибнуть, точно. Кстати, да, классно квестов. Я опять скажу про свою любимую Керандию, в которой можно было погибнуть 99-ю различными способами. Если ты случайно что-то не то делал. Совершенно случайно. Ну, вот я Runaway точно помню, там можно погибнуть. Отличная серия квестов тоже. На Брокинс Волк можно было погибнуть. Это, кстати, моя любимая игра вообще во вселенной. Это реально самая любимая моя игра и это самая моя первая игра на PlayStation 1. Как это ни странно. Это квест. Вот. Видимо, именно поэтому она моя самая любимая. Даже никто Runaway? На PS1 она была? Прокинс Волк. Прокинс Волк. А, Прокинс Волк. Да. Первая, вторая часть. Runaway я потом поиграл на компе уже. Она там была на низких дисках, что, по-моему, на двух, что ли, там. Это в те времена было что-то кошмарное. Не было тогда еще такого. Ну, очень люблю квесты, короче, не могу. Реально очень мне нравится. Ты пишешь, что мне не нравится Telltale, потому что не эксклюзив плойки. Он же Санебой не знает. Я, по-моему, никогда не говорил ничего про эксклюзивы плойки в этом плане. Ты слышишь? Ты Санебой. Фу. Я Санебой. Это ладно. Это единственный человек в нашей... Ну, кроме меня. Но я-то ничего не делаю. У кого есть все консоли... Но при этом я Санебой. Да, но при этом ты Санебой. Да, вот так вот. Нет, ну а что ты начинаешь? Нормально же общались. Нормально же общались. То есть... Telltale, кстати, игры... Игры их есть на плойку и... И там простые платины тоже. Там ты просто вообще должен пройти игру, даже некую специфическую вещь не должен выполнить. Но... Не знаю. Я все равно отказываюсь называть их играми. Ну и... Ладно. Что думаешь, что Life is Strange? Ничего не играл. Но она вроде еще не вышла. Да? Ну вот тогда тем более ничего не думаю. Не, ну может и следил. Я жду... Сегодня стартует закрытый бета-тест супер-классной игры Alone in the Dark Illumination. Ну да, понятно. Которая у меня предзаказ. Будешь неистово бета-тестить? Ага. Такое-то дерьмо предзаказал сто лет назад. Ну молодец. Вот тебе подарок. Так, ну в комментариях что-то все вопросы какие-то разномастные, разнообразные. Просто народ вспоминает квесты, вспоминает адвенчуры там своего детства и молодости. Ну собственно как вот человек с ником Super Mario UA видимо украинский Super Mario как раз ты уже ответил на его вопрос? Ну да, да, да. Я считаю, что к современным квестам но он квесты взял в кавычки поэтому это он правильно сделал. Ну в общем вот Вася озвучил я отношусь по-другому мне очень нравится все это я люблю кинцо мыльцо и все. Не, 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 подожди ты просто немножко неправильно понял тебе нравятся сюжеты кинцо мыльцо и так далее и как сюжеты кинцо мыльцо telltale они хорошо делают это я не сомневаюсь. все. Это не игра это не игра ты ни на чтоT amounts не влияешь не важно меня все равно нравится но фаренгете вот скажешь ой, Фаренгете если я ни на что не влияет не в хэ too я не называл это в списке то я просто говорила это другое вероятность и но и вообще это выбор именно такое так скажем все до выборов не пройдет и геймплей которого там на статусе не будет ну не знаю мне короче все это нравится я все это люблю я во все это игра отстаньте у меня нет с этим никаких проблем и я играю радость получаю довольствие веселиться м его помогать мне кстати очень нравится может быть не играл а мне что так мчс кайф скайп не выключил смысле у меня написал что у меня тебя пропущенный звонок ну да я тебе звонил сперва нет у меня написал что у меня пропущенный звонок от тебя только что но это глюк не обращай внимания собака хватит есть мне палец собака есть мне палец выпал зуб то да но не весь не целиком на собаки выпадают зубы я молюбка да сейчас кстати да и для выпускает отличный квест это правда да вот бей депонию и что там еще было круто еще во что то я играл депонию микси тоже очень нравится это хорошо не знаю про что еще ну вот про общую тенденцию ремастеров можно еще пообщаться собственно про метро тут вот вспоминали которая редух 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 но там на самом деле есть такие изменения очень странные мне друг рассказывал который которым метро очень сильно понравилось там они некоторые модельки персонажа заменили то есть в оригинале человек был молодой ага в переиздании он такой уже знаешь такой возраст 50 летний мужик там то есть там есть такие забавные изменения про которые он мне рассказывал понятно ну не знаю решили вот так сделать кстати я вот сейчас посмотрел у метро редух очень хорошо оценки но оно как бы неплохое там видно что поделали немножко ну не на пк на консольках смотрится вообще отлично играется в 60 fps чего сейчас многие не могут похвастаться а графон в метро ну ясно какой то есть сумели оптимизировать хорошо вася спрашивают поясни почему механик плакал и что сейчас происходит какого фига он вертится на столбе ну короче его уволили с работы сейчас нам надо достать поршни вот эти вот чтобы машину улучшить для этого надо раскачать дерево которая добывает материал для строить ну короче это какая-то такая помпа и помпа которые выкачивает материал для строительства этих домов нам надо ее немножко поломать вот еще про сибирь вспомнили да я там живу да молодец проходил сибирь все все молодец пролетал я даже сказал пролетал на оленях утром ранним всегда так делать так возвращаясь комментарии на сайт я забросил сайт на самом деле очень мало комментариев на сайте почему-то все решили но потому что все надо об этом говорить заранее и читать в основном сайт тогда пишут так а карс прошу согласны ли вы с тем что каждый год индустрии имеет какую-то определенную тенденцию например 2013 был годом третьих частей 2014 был годом бума кикстарта проектов 2015 начался огромного количества переиздания так сигнал подожди вот вы это видели сейчас что это то было но я не видел что произошло смотри смотрю внутри поясни что должно было быть а я пойму да а чувак телепорта столбая но да бывает бывает ну да но я понимаю что теперь ты не сможешь дать я смогу с мотором если он еще раз так не сделает в уголовках резко и такого тут вот как то встречать в среднее время очень много вот он так должен был повис процент так мяу спрашивают у меня стас давыдов мой брат рядом фамилиц нет однофамилец не брат но у меня есть прекрасная фотография с ним вместе вот очень приятный человек оказывал молния пишет включил стрима там сюжет ему лицо кинцо все как я люблю эх остаюсь у меня спрашивает ленин как вам последняя часть брак из ворд очень многие фанаты оригинал плохо отзываться 5 части хотел бы слушать ваше мнение но блин я могу про это очень долго рассказывать потому что все предыдущие прошел огромное количество раз 5 часть мне тоже не понравилось она слишком казуальная так же как и переиздание но переиздание мне понравится что там графон перерисовали он очень приятный очень приятная рисовка правда но слишком казуальненько 5 часть мне не понравился 3 потому что я разбили на вот какие-то типы эпизоды не понял зачем это сделано во-вторых общий сюжет там какая-то каша просто кошмарная каша духа оригинала так скажем нет совсем вот этого там духа парижа очень приятная первая часть 2 было с этим бракенхорда шест играл в третью в четвертую ну ты играл не в лучшие части но мне в третье очень понравилось ведь отличная кстати да но графончик там очень как-то прикольно все почему свое время был очень графонистым но третья часть очень хороша была четвертая заканчивалась как-то по-дурацки если там несколько концовок может есть ну короче там про дракона который мнение дракон это третье про ангела смерти а ага все там просто короче там одна она там она какая-то вообще дурацкая резко наступающая ты там заходишь в подвал каким-то культистом и короче там нет ни у тебя не получается спасти там телочку с которой ты ходил все время и и тут значит этот как его звали то господи 100 бард да джон джон и это и тел как николь коларда да а вот джордж подбегает к николь он не джон я не помню ладно короче 100 бард подбегает говорит что мол типа она погибла это николь говорит но ты ничего не мог сделать он так я мог что-то сделать и на этом у меня конец легко и плачет и плачет и все и титры причем что враги там стоят рядом ничего не это не происходит вообще короче странная концовка я так и не понял может я там какой то дурацкую концовку выбрал но по моему все что мог я сделал дюкс на пилки его там белки он у нас есть не знаю проходил он все время как с одной концовка если честно я чуть не уверен насчет то что их там несколько но вот как бы если она там такая тонкий но в ватикан там последняя да насколько я помню я уж не помню по запомню просто тот не застоит конец вот который обрывается на полусловие собак упала да а последняя локация там была ватикан насколько я помню слушая но последняя не все это там да там все так и дерешься с ними все там нормально я вот часу посмотрел ты разбиваешь этих ангелов смерти но дать его в домах не бывает бла-бла ну и там и резко такие китры прям а ну типа все это трагедия боль ну вот как более испытал когда я на это посмотрел такой блин вот это вы называете концом да это боль тут он правильно пишет что короче лучший квест это гта 5 лучше пересдание это гта 5 лучшая лучшая гта 5 так сейчас надо потушить горячих бобров горячих бобров ну да 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 я помню полотина из костей горящий папа ну вот да вот я сейчас переключился на стриме я помню что они там по по черепам ползала ладили так нас хранится лучше а ты играл в древо ул чаптор с процент нет я даже просто в древом не играл ух ты какое то обновление короче и вкрыли крим фанданга вышла колласс прямо сейчас байки какие нибудь потому может быть такие шахер смотрит блин кладис телепортируется с вышки сейчас 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 да почитаю процент так появились вопросы но тут наверно вопрос больше тебе чем ко мне посоветуйте еду в японию через неделю аэропар спрашивает еду в японию через неделю каких игр там купить для 4 нет приобрести там из игр или купить ps4 в ps4 не стоит покупать в японии потому что у них но и другие кнопки другие у них нолик и крестик они означают другое они поменены по смыслу местами по смыслу но не по факту если у нас икс это согласие а кролик кролик там просто бобр прыгнул в воду и я подумал про кролика не знаю почему вот а кружочек это назад то у них это наоборот кружок это согласие а крестик это пацаны короче не надо покупать там фон а игры вот лучше те которые не издаются но они расчетиваются в россии и в европе и в мире ну да 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 научите они будут на японском как бы но если ты едешь в японию потому что знаешь японский то тогда тебе нормально то ты классный чувак да помоги мне как нибудь с якудзе и шима кинзан перевести так значит то что какие игры мы с тобой ждем frost 7 engines прошли на 2015 в этом году дохрена игр начиная от того же ордера который вон скоро выходит там резидент и был я жду новый который из а какой ну еще один единственный который которые эпизоды вот эти вот а но и велосипед 2 ну да 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 а не поможет еще какой то будет умеем учить проспал уже был еще один вот потом счетом там не знаю чак от выйдет не выйдет это неизвестно но он не знали кажется перед я думаю перенесут я то что имплот пор там потом выйдет это так вот через ближайший общий помню но месяц календаря в голове нет но дохрена все выходит в этом году надеюсь там этот антил дон выйдет который был очень классный тебе понравится любителю фриль гео хэви рейн ей по крайней мере судя по темпе должно понравиться ну ладно уговорил процент процент так и ребят геймпад если у нас купить ничего не меняется это прошивка площадь то есть это не в геймпаде дело просто это невозможно блин а объяснить по-человечески не знаю это программная такая программная даже если кнопки расковырять и поменять местами будет все равно не очень если расковырять там а раз то их поменять местами то есть перепаять геймпад то все будет нормально но кто будет этим делать ну короче в общем не надо японию покупать консоль нет я в любом случае если есть доллары вот купить в долларах короче нормально не парьтесь и в россии нормально да я помню мы солоду покупали PS4 в подарок она стоила солод от книжки по моему 16 тысяч всего рублей ну тогда да 17 это было когда октябрь но это вам повезло очень сейчас она стоит наверно уже двадцать пять ну я думаю сейчас я ради интереса посмотрю раз уж я просто какой то я не знаю что за магазин такой странный неважно какой магазин есть же яндекс маркет яндекс маркет говорить нам что playstation 4 стоит блин яндекс маркет куплено если что если что я уже жду это ну вот в общем смотрю за двадцать две пятьсот езда вроде как не японская за двадцать две за двадцать три пятьсот езда вот так что цена площадки сейчас примерно такая как видяшечка какая нибудь средненькая но будьте готовы что игры стоят на сейчас уже на самом деле они стоят не в два раза дороже то есть они может в дисковой версии стоят и в два раза дороже теперь а в пса не по прежнему то есть вот цена гитар сейчас можно даже посмотреть сколько стоит раз уж такое дело процент на пока она стоит две штуки рублей да а нам есть четыре участки но кстати на самом деле те кто нормально сом общается с амазоном и прочим проще там заказать и выйдет сумма в нормальные деньги помогли до есть учет не было это опять для консолей то есть это разница в 1200 рублей да в пса для маза мы предзаказывали еще вообще за 2 600 до за 2 600 до кстати если вы не предзаказали ордер и будете в него играть я советую это сделать потому что я думаю что он тоже подорожает до сих пор стоит 2 600 по моему вот я говорю но у меня предзаказы взят да у меня тоже вот купите ордер в пса не и не парьтесь потому что в магазинах дисковой будет 4000 вообще все дисковые здания так меня сейчас будут около четырех штук ставить но на самом деле игр сейчас не так много все мультиплатформы можно прекрасно играть на пока всякие эксклюзивы ну как всегда было господи о чем вы покупается эксклюзивы покупается то что действительно нравится то что хочется играть лежа на диване и так далее но давайте не будем сейчас про пекарные консольный гейминг спорить блин либо покупается все да просто каждый играет на том что ему нравится и все и троллит другого у которого чего-то нет а у меня есть все я могу троллить всех аналогичность да я вот вот этим я вообще могу всех троллировать как царь но это вы говорите о марео лучше игра года и меня споришь потому что никто не играл этот вот про грибочек но кто тонн все равно режиссер трендер да еще утром тратно чем ладно про грибочек игра процент по всей миссии но вот говорят что типа нифига дисковая игра сейчас сэнт ровно по 4 с дополнениями плюхами типа предзаказ за две тысячи но хорошо но да но здорово купили такую что же делать здорово так вышло а я между тем подхожу к концу первого года в грим фанданга да расскажи людям что вообще там ну в общем нас завербовал этот сальвадор лимонович и сказал что мы ему теперь будем помогать но мэнни хочет найти собственно эту мерседес которая должна была уехать на поезде но ей почему-то не достался билет и учитывая что все те кто идут пешком по земле мертвых обязательно приходят вот в это место мэнни решил ждать ее вот здесь я не знаю как она там называется не помню что там рука что-то там рука лицо короче вот ему пока нужна работа сейчас я отберу уборщика его работу и будем ждать плюс ко всему наши вот этот вот наш начальник его застрелили можно было видеть в одной заставок то есть у него есть там какой-то высший начальник и наш коллега они тоже ищут конкуренты но там все хотят на поезд конкуренты там всегда конечно есть так ну у нас тут короче в разнос в комментариях народ пошел тут уже почем только не разговаривать я не знаю про что еще можно пообщаться про все квесты на свете мы кажется уже поговорили но возможно если вспомнили еще какие-то квесты поделитесь ими я просто не знаю но там говорят про квеста the last express играл это такой ой конечно же да и кстати она тоже уже вышла на мобил очках last express прекрасно это на самом деле уникальная игра которая играет сама в себя если ты будешь стоять и ничего не делать просто она сама в себя доиграет и ты проиграешь то есть поезд дойдет до места значения и все кто там умрет это 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 настолько необычно было это настолько клево что я не знаю она кстати на ipad тоже вышло но есть такая все лучшее выходит на ipad но сперва она была на пк но само собой вот в общем пока прошел год мы не тут сумел освоиться он превратил эту какую-то придорожную кафешку в клуб с казино и прочим стал владельцем важным с казино и прочим да но спорят джеком и прочим порочным я так сказал но вот там коммуникации мусор виск рейдинг это играл в рыбку фредди хотя бы однако виск рейдинге это что это это квестики для детей нет не играла должен был не знаю многие играли не играл я не знаю чем дичь я я немножко играл если кому интересно калаверра виск рейдинге цикла на турнир виск мануэль ну и чё там в них я знаю такой мультик рыбка пони я на утёте мануэль да ничем не их особо ну как бы квесты такие детские прорывки их куча там была приблизительно миллиард или около того мануэль 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 ты бы во всех выбил плотина как раз в этот момент я выбил трофей когда он сказал я пока съем шоколад мануэль 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 причем фанаты почему то умудряются мэс делать еээээ там беремейки этих героев сами там достава эти вещи а юбисофт ой мы потеряли мануэль 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 ты пока можешь еще что-нибудь рассказать мануэль что мне рассказать Подожди, я тут просто занят диалогом. Спасибо, это мой... Окей, я вернусь. Ммм, кстати, Black Mirror вспомнили, да. Тоже хороший квест. Не знаю, почему-то все квесты мне казались хорошими, я очень любил этот жанр. А, кстати, была же такая серия квестов, классная. Не знаю, играл, не играл, называется она Space Quest. Про Роджера Вилка. Не играл никогда. Отличная вещь. Прям... Сейчас делают что-то похожее. Создатель называется, считай, два Two Guys from Andromeda. На Kickstarter выкатились. Правда, никаких информации после этого нет. Или я просто ее не слышал. Вот. Но это была очень классная серия квестов. Я, правда, не все далеко там проходил. Но у меня был в основном пятый. И там была очень классная вещь. Это надо было в какой-то момент... Точнее, как классная. Ужасная, на самом деле. В какой-то момент тебе надо было полететь, забирать мусор на какой-то планете. И ты должен был у себя на корабле ввести правильные координаты. Угу. Вот. Но правильные координаты, это защита от пиратов была. То есть правильные координаты были в мануале. А всего там можно ввести, ну, представь, там, по-моему, шесть, наверное, цифр надо было вводить. Ага. И, ну, как бы, считай, сколько комбинаций можно сделать. Ну, комбинаций, я понял, да. Комбинаций можно сделать. И вот это для меня было концом игры в этот момент. В детстве. Да. Ну, как пират? Раньше не было таких понятий, как лицензия вообще. Были там 250 русских игр на одном диске. И вот. И давай там... Я там ходил по кораблю, там хернёй страдал полной. Ну, тут и Петьку Васильевановича вспомнили, само собой. И братьев пилотов вспомнили. Да, да, да. Революционный квест. Да. Да, в общем, все мы играли в квесты. И если вы хотите снова прочувствовать, то прекрасные, те прекрасные позывы, которые вызывал у вас Гримфанданга, если вы в него играли, купите и поиграйте ещё раз. И, кстати, по-моему, у него даже есть коллекционные карточки. У кого? У Гримфанданга? Наверное. Сейчас посмотрю. По-моему, да. Да, есть коллекционные карточки, а значит, я купил её не зря. Как ты для платины, так я для карточек. Да, сможешь потом забарахолить их. А я не барахолю, я значки крафт. Просто был момент, короче, вот тут, когда был аукцион в Стиме. В эти переводить. В рубли. В рубли. В рубли. На самом деле я в рубли перевёл. Там вот эти штучки, там же, блин, каждую карточку можно было там в несколько кристалликов перевести. Ну да. Но фишка была в том, что там же, я так понял, ты на аукцион выставляешь и кто больше даст, тот и получит. И поэтому карточки безумно подорожали. То есть каждая карточка, даже самая ложёвая, стоила 4 рубля. Круто. Ну я в тот момент продал, но мало их. Причём не просто карточка, любой фон, любой смайлик, который копейки обычно стоят, стоили 4 рубля. Класс. Я, короче, всё выставил, я наварился 500 рублей на этом деле и купил The Swar of Mine. Класс. В тебе умер бизнесмен. Ты ещё не умер, я уж там не знаю. Да. Но я же на четверть еврея, я должен был. Угу. Ага, вот мы и узнали. Лола? Ну да, да, да. Тайны вселенские, ну понятно. Не, а на самом деле я сейчас продаю вещи от Simford. У меня там остались какие-то, завалялись. Я продавал там их на каких-то жалких 2200. Вот. И купил себе значок Foot Lola. Потому что сам выбить, ну этот, железный, металлический. А, прям пантовый такой. Да, я, наверное, единственный в мире, у кого есть металлический значок игры Foot Lola. Ну, пусть будет у меня же. Ну вот, очень же здорово. Вон, человек молодец. Куризон написал, что он купил фанданго Фаренгейт на выходных, обмажут с ностальгией. Молодец. Это да, это хорошо. Вон, люди зарабатывали на онлайн играх по полторы тысячи в день. Да. Но для этого существуют китайцы же. Да, для этого существуют китайцы и скупщики валют там всякой. Есть такой тоже. Играли вы в квест Yesterday от Pendulo. Я играл. Тоже хороший стиль рановый как раз. Я в Yesterday не играл, но это вот это из серии Runaway. Да. Ну, то есть, похоже. Приятно. Тоже люди начали делиться своими умениями зарабатывать в интернете. Человек с ником ЧЛЕСТЕР, кажется. Я, опять же, не уверен с прочтением ником. Купил To The Moon за 50 рублей и продал с нее карточек за 70. Ну да, да, есть такое. Я тоже какой-то там, как он там, какой-то FairTales или Тёр, ну, короче, пасьянс. Ага. Который я купил там еще со скидкой. Мне выпала скидка на него. Короче, я его купил там что-то тоже за 10 рублей. Карточки тоже где-то там за 50 продались. Самое, знаешь, что забавное. Был момент какой-то в стиме. Ну, по крайней мере, я его точно застал, когда скидки накладывались. Угу. То есть, ну, есть общая скидка и есть... Скидка по купону. И они каким-то образом суммировались, короче. И я купил несколько игр за 3 и за 6, что ли, рублей. Как-то так вот. То есть там общая скидка была 70, типа. И еще был купон на 60, допустим. И вот он от уже игры со скидкой еще 60% отрезал. И оставалось у нас совсем 3 копейки. Я, кстати, хочу сказать, что мы дошли до того момента, когда я уже... Не помню, что делать. Не помню немножко, что делать. Ну как, я так относительно еще помню тут пару действий. Но в целом скоро подойдем. Так, мне тут предлагают бесплатный пиво за то, что я прочитаю комментарий, на которые ты не ответишь. Поэтому я его прочитаю и получу бесплатный пиво. Стоит ли ждать историю серии Alone in the Dark от тебя, Вася? Нет. Пока нет. Пока нет. Мое пиво, можете, пожалуйста. Я обеспечил тебе пиво, Леонид. Да, спасибо. Стрим как статьи евреям, да, точно. У меня суммировался купон со скидкой один раз. Это было, кажется, в распродаже не вот в эту, а в предыдущую. Это точно один раз было такое. Вот. А вообще во время распродаж есть какие-то очень забавные скидки. Типа игра, получается, там стоит 8 рублей, например. 9 рублей что-нибудь такое. Ну как можно не купить игру за 9 рублей? Даже если я в нее никогда не буду играть. Вы же понимаете, нельзя пройти мимо игры за 9 рублей. Так. Ну, Full Throttle. Блин, мы уже про Full Throttle. Да. Про Full Throttle. Сротл. 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 Пообсуждали уже, поэтому что-то все очень ждем ремастер его. О-о-о-о! Вспомнили квест под названием A Gag. Что это такое? Ты не знаешь квест под названием Gag? Серьезно? Ну, напомни. Я что-то... Это типа эротический порт-триллер. Ну, русского производства. Дерьмо замаскированное под квесты. Ну, там эротика и всякая такая хренота. Я помню только там Ларри из тех времен. Не, Ларри отрисованный. А Gag это где на камеру... А, как эти, как рандеву с незнакомкой. Да, так это вот оно же. А, понятно. Ну, это я знаю, ты чё. Да, ну вот, вот. С той же оперы оно и есть. И с незнакомкой, и рандевуясь с кем хочешь. Вот. Очень, очень забавно всё. Да, мы это помним, любим, скорбим. Так сказать. Собака поживает отлично. Спасибо, Кью Пад. Вот. Сегодня не давал нам проходу и бесилась, как сволочь. Мне принесли салатик. Хе-хе-хей. Ну, что это? Может быть, ты принесли салатик? А тебе нет! Потому что я женат, а ты... Не пицца и остань. Вот так и проходит жизнь. Хе-хе-хе-хе-хе. И это да. Эээ, так. Валенхартс? Да, прекрасный Валенхартс. вот я спрашиваю в очередной раз откуда у тебя столько денег зачем ты такие деньги тратишь на игры я очень много работаю очень хорошо горжусь маник а трачу нужно на развлечения когда можно тратить на развлечения развлечения в которой никогда не развлекаюсь ты же не играешь там в 90 процентов этих игр как говорит steam stats в 91 там количество уже какой-то кошмар на их на самом деле я поэтому маленько подуспокоился ну да потом снова распродажи скупать дерьмо весерли access нет вот кстати у меня табу оттуда ничего не брать потому что там действительно дерьмо steam же все сделал для меня на самом деле раньше я не видел какие игры куплены какие нет представляешь какого мне было а теперь купленные игры помечаются их можно даже убрать из поиска прям очень здорово ну просто блин но есть тут у людей хобби не знаю кто-то спрашивает он там прыгает кто-то отличное сравнение ну а чё при стали ну да серьезно чтобы нет он вася платина задрачивает блин ну чем вот лучше ну серьезно какой-то я хотя бы в игры играю в эти ты понимаешь но ты тратишь такое количество времени кошмарное ну да ты тратишь немного времени на то чтобы нажать кнопку купить именно а чувство удовлетворения примерно такой же ну окей предположим да у меня вас сарман ты успеешь заварить чай заваривать ваш вопрос к тебе не знаю просто успеешься ну да вася вопрос тебе я купил когда-то райт ту хелл быстрее по скидке за 150 рублей ради прикола я мудак не за 150 рублей поиграть ты чё ты море удовольствия получишь от этой игры максимум максимум просто таких багов не было очень долго поэтому там просто будет все великолепно за 150 рублей сама то можно скатиться по перилам ну и кстати вот сейчас народ шутки пошел шутить про тут меня простим про всю фигню у меня есть главная платина стима бог игр так что идите на пик у меня на есть все отстаньте мой вас да ты же будешь делать наверняка обзор сынов анархии там же по трейлеру все было понятно я почему я буду делать сынов анархии ну потому что райт ту хелл делал ты но я сериал дальше пятого сезона не ушел если что ничего страшного я думаю ну я тоже конечно думаю на наш вроде мобильная какая-то говна пирога нет не ну наверняка будет в стиль ну посмотрим тогда ибн батут за 36 рублей вот это приключение честненько пока пока так как анчарта заменитель плацебо такое я вроде бы играю так как это было игроков в ответа как похоже я помню стрима и шелка отличный стрим да он закончилось быстро второй эпизод пока не вышел что я думаю никогда уже больше не будет это не знаю возможно этот попал я я бы хотел чтобы он вышел то что там же это самое интересное место остановилось олег про работу не буду олег вот тут спрашивать меня уже третий раз не буду на фиг ничего не хочу давайте проигрывать общаться я ем салат и лежу грим фонтан где то что еще нужно какой-то недавний квест рэндал с мандой вспомнили да это я не знаю такое че такое доедаликов да я че проглядел значит да 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 у нас короче но это смешная история с gamescom а когда салат с келебричем не поймали нас на доедали как и прошли пошли смотреть рэндал с мандой где им 30 минут показывали рисованный квест про пацана а они не могли уйти потому что как-то ну неприлично а потом они такие только закончились от рэндал с мандой они такие знаешь все собираются выходят заходит чувак показывает следующую игру подождите у меня есть пиксельное говно для вас и они такие уходят говорят нет 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 нам надо уйти и они видели вот знаешь грусть в глазах этого человека типа он старался так 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 противно на душе стало за то что потом мы пошли есть мясо наверно когда маркер слоеврал да маркер забрал салат и сова и и келебричу выжил бутылку вина в одно рыло и и скажешь что себя чувствовал в этом году не поеду короче да дорого типа да не болею я там блин все время два раза заболел а я еще съездил в москве но в этот раз как бы гораздо дороже но надо путь просто в принципе сама покупать на южном чемпионате например а чем разуме но только столька жрать и и дублендок жирать даже дороже выдержит выезд гораздо понятно что здорово но не гораздо максимум ну как в два раза блин сто процентов ни хрена себе не дороже это больше чем любая скидка в steam вспомнили кстати отличный квест сублюстром я просто знаю лично разработчиков питерские чуваки огромные молодцы я видел как они становились таковыми вот и ты считал я кстати в титрах есть сублюстром а там особо благодарность да там мне для не давыдов так что в общем как то прошел или может быстренько где-нибудь нагуглить на на ютубе на ютубе и скиньте скриншот в комменты и еще я есть знаете где в титрах не футбол понятно знаете киркоп тоже да кстати там такая классная музыкальная тема когда убегаешь да да ты че я прям думал такой знаешь шуточный обзор в блогах сделать но забил не давай там можно летать на вертолете и он разбивается ты понимаешь ни хера себе серьезно говорит слушай я так помню что киркоп же про то чтобы копать там что-то да да мы сейчас очень популярно копать поэтому может вам стоит сделать ремастерит как сейчас мол там проблем со сходниками ахаха но у всех тут в последнее время что про то что это никого не мешает просто мешает просто выпустить то же самую игру я спрошу на самом деле припасите потому что мобилы хотели но там бегло какое-то самописное поэтому сложно процент сантиметром гонка была адреналин 2 гаджины делали м там я тоже вспышал санкции вот очень всем помогал да я к сожалению есть только в титрах тук 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 а то что донатил да был грех донатил я вспомнил еще был я в туманном ежев титрах так что это такое вообще ковар пикслаб миссии сектрактинг антисамбург ул антисамбург не слышал о таком ну и ладно макс мартамент скидзрака тропики успели набежать но это было чуть-чуть да у меня подлагнула вот это было совсем чуть-чуть стиль херня как как вчера короче я отсылать челчина чарли никаких историй серии не будет кризис на дворе денег нет нечем нечего есть деньги только покупать и горы и здесь ясно отстань начали вспоминать какие то совсем старые игры которых даже я не знаю какие он строк с кристофером лойдом я не знаю что это такое подожди у меня опять что подлогнуло на секунду как еще раз строк но видимо мультик не знаю я не знаю как игроки пера слышал вот чекникам дон кинг один предлагают вспомнить вспомнить сейчас пришлось нагуглить и посмотреть да это осмотрел фильма кто поставил кролика роджера да ну вот игра типа того же рисованный квест все такое мультяшная а и кристофер лоид ходит по этой части и он не рисованный из этого это который такой прическа в виде прямоугольный признак назад будущий профессор а вот тут с этим секундасты и другим все понятно когда он все он кстати по моему не пропадает роль к роджеру как раз у нас играет там главгада ну как там сложно играть главгада потому что главгад нарисовано озвучивает главгад скорее всего нет ты че а да там же чувак такой в этом но в итоге был нарисованным он же там ставился так что спойлеры фильм 89 года спойлеры ты тогда еще даже не родился спойлеры а мы любим спойлеры прости подбомбило простой так же как и обычный фаренгейт дерьмо можно это так же как и обычный фаренгейт дерьмо но все она играет очень любит все любят вы же тоже любите фаренгейт ставьте пальцы вверх ставьте класс ставьте классы да и не будет вам обмана чтобы его набрать собачуля теперь жена очень не хочет чтобы я стримил и теперь дала мне на час чтобы я ел на час и сейчас еще пойду свою пиццу погрею тоже буду есть ну давай ну ладно муж я уже 20 минут потерплю до конца стрима динозавра вымерли спойлер да нэмми форс выйдет на ps4 ну круто кстати очень лучше бы он просто вышел и бьен гудендейл 2 я все-таки очень надеюсь что он будет правда мы безусловно вот вы не короче да 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 я вот открытый мир на открытый мир в общем то было в первом ну как микро транзакции сам отец убил ребенка у меня была такая концовка хэхэ вот так вот об к чему и динчатка но что думаешь по поводу костальвания 2 саймон квест на несс я не играл в это нифига себе сейчас просили да я не по сперта по несс и по костальвании но на этом не было ладно ну ладно предположим вот да но я как и все играл в черный плащ там во всякие дакты и футбольчик очень крутой гол 3 который назывался ней цуки чего-то там забыл я как правильно она называется там футбол хоккей был баскетбол с такими человечками забавными напишите правильное название пожалуйста в комментариях или вон там на твиче я просто реально забыл очень крутой я короче просто пока буду бегать по локации я вот что нибудь сделаю тут вроде много мест куда можно сходить раз я уже забыл что дальше делать особо дальше тогда спойлерить не буду буду просто выбивать да ладно кажется можно просто лидер но кроме общей концовки хотя не забыли на как лучше можно как раз при этом плане что он ну блин вопрос пройти на лочку ну не я смысле что да пофиг не полезу сейчас незаконимая прохождение просто буду ходить в конце все хорошо хэппи энд это надо как бы несмотря на то что все умерли что на хэппи энд несмотря на то что все умерли да это браво тут кстати интересный факт его нашел какой в тату салоне то то сантоса можно найти логотипы сэммон макс и фоллс рот вот так грим фанангу упоминается в другом квесте в манки айленде как раз скелет похожий на манни калаверу со значком спроси меня грим фананга лежит с ножом в спине на столе в куриной лавке но это я с этой с википедии минутки интересных фактов да ну как знаешь там как как у нас на сайте у нас круче да я знаю изображение манники валера также калавера также можно встретить при издании секретов манки айленд и манки айленд 2 на современных компьютерах существует возможность застрять в прохождении в том месте где нужно быстро сесть на погрузчик и застопорить лифт между этажами это сам концерт я помню этот момент главный герой не успевает проделать нужные действия скорость лифта напрямую связано с производительностью системы это ограничение возможно было преодолеть методом отключения какой-то акселерации да и всякое такое прикольно забавно привет собачули собачули передает симпри махнет собачу ты народу проспойлерил что в конце будет лифт да блин вообще никак они теперь будут играть я не знаю в общем очень много квестов играйте в квесты да это развивайте мозги кстати мне кажется что вот квесты убили и убил именно появление интернета как таковое то есть с прохождениями челлендж отпал совсем вот а многие не готовы просто понятен кликать восемь часов ну поинтон клик не самый лучший что есть в квестах но само собой но почти все квесты так или иначе с понятным кликом связаны ну в большинстве с вами завтра говорят будет онлайн ммм это пятничный в 11 часов вечер то есть вот по твоему в 3 часа ночи 4 ммм тебе проще лечь спать в 8 лет понимаю я не факт что будут а нет я просто не знаю а я пока вроде даже и не планировал а там полный фарш народу что люди я не знаю там пока нету даже полного состава нет я знаю ладно я сумму процент какой то санитариум я не играл а шизариум который я тоже не явно слышал что есть такой на плакате написано лол почти футбол не знаю да вроде все обсудили уже квесты сколз чушь тут сколько сколько уж тут можно наверху бен гудендейл как достать сосед кстати как достать сосед тоже есть на мобилке и это не квест квартиры да в открытом мире тебе подсказывает что нужно выписать даже могут лук в этом году видимо да я немножко но вот на самом деле я не знаю что я хочу о чем еще тут задайте тема разговора нажаваина уже можно отвечать про все квесты мы уже поговорили не знаю про то что переиздание на мобилках это прикольно но дорого на компе это прикольно но но и все но зачем да мы уже тоже поговорили что на консолях это здорово но тоже иногда дорого ты кстати не показал косу за все время игры по моему ни разу да как минимум я должен был ее показать когда человека первого типа убивал ага но я могу это стать сейчас чем будем косить косой оп пожалуйста а вот и коса а вот и коса побежали вангутином ближайшие релизы вангутин это типа про качество игор или что я не особо понимая чем речь я тоже ну и ладно он мы собаку на сайте на сайте таки пенектовым маху сми все спойлерят короче в этом в как это кстати во хороший вопрос каких бы еще переизданий ты хотел м м отличный вопрос почему этого никто не задал мне кажется до этого кауфман кстати задал нам этот вопрос ты понимаешь я понимаю да маркадиллер с м м переиздание я на самом деле не то чтобы очень хочу переизданий я хочу ремейки но это разные вещи да это очень разные вещи я хочу больше ремейки то есть кстати я вот думаю не лишним будет мне тут сегодня скинули ролик где первую локацию из грим фанданга чувак сделан на анреал энджин 4 и вот это мне кажется вот это круто да вот это реально круто потому что оно во первых сохраняет свой стиль но при этом выглядит великолепно ну мы же уже обсудили что все делается для бабла понятно понятно просто я не знаю иметь может имеет смысл показать этот ролик или не знаю ссылку на него что ли кинуть в чат может показать может давай сейчас попробую показать ну попробуй давай посмотрим так да 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 сейчас тогда кстати червяка джима во что вспомнили знаете что бы не знаю я вот переиздание чего бы я хотел из старых игр то что мне нравилось адвертризм райзинг адвертризм в общем бы хотел я вообще хотел бы продолжение конечно у нас недавно разбор был по адвентризм эхо эхо мне нравится игра эхо она прекрасная очень она мне нравилась в свое время вот ну короче ну к сожалению я думаю мы ничего вот короче смотрите вот ты можешь тоже посмотреть кстати потому что я пока этот заглушка пока ну щас 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 блин кстати совсем недавно вышел на мобилке знаешь что вышло трилогия дабл драгон она правда неиграбельна управление просто кошмар полный ох класс прикинь прикинь такую такое бы сделали вот это я вот поэтому я больше люблю ремейки вот это шик обалдеть да да вот это круто дайте ему денег на это короче как на кикстартере да вот это любовь к деталям класс класс отличный ролик вот за такое я даже не знаю фулл прайс бы заплатил вполне рендер наверное скорее всего ну готов нет на Unreal Engine 4 это он шел ну фиг его знает там как бы не сказано рендер не рендер но я думаю что ну как блистани дальше чего там дальше чего да все там просто первая локация показана вот ну вот за такое я бы фулл прайс заплатил вполне это понятно но к сожалению нет да очень круто конечно о какой здесь это стекло там тени все эти свет очень здорово отлично конечно но видно что текстурки в реальном времени он чуть подгружается любимая анреловская забава ну да да так что скорее всего это даже ну уж блин он просто очень много мелких деталей сделал видишь там вот эти бумажки все от дракола они наверняка тоже модельками они спрайт имени этого жидкость стаканем он но реально жидкость м так далее то есть это круто вот такого бы побольше там он чувак увидел где то книгу метро 2033 говорит может быть хотя сомневаюсь ну да давай тогда может все равно давай на 7 минут осталось давайте уже там последние буквально вопросы и все ну вопрос уже такие тут народ в чате раздухарился ну ну про сполера сполера да эм эм ну там нет смысла два его там обновлять можно бесконечное количество это же непрямой геймплей ну как управление непрямое типа как в этом как black and white примерно ну в общем вопросов особо нету ну просто вот типа народ негодует о том что были на дне ремаста да что за мода на псевдо х пошла но мы все это обсудили в начале можете посмотреть да ну может подытожить в принципе наверное давай давай ты я тут все про эти говорил да в целом я согласен что основная конечно заслуга ремастередов это то что ты можешь запустить старую игру нормально на своей новой машинке или на своей новой консольке и у тебя не будет никаких проблем с совместимостью и прочим там там вставьте диск 2 и подобной херней вот но вот какая-то повальная мода на это в последнее время слишком уж надоедает то есть ничего нового все все старое все достижения были еще в том веке можно сказать который сейчас выходит почти вот причем я также считаю и про переиздание там ласт оф асов и гта 5 они конечно там ну знатно переработать но это все равно блин вот топтание на одном месте хочется чтобы новое что-то делали попутно с этим хотя я думаю что ну сделать новую гта сразу хотя и новую гта и новый ласт оф ас там и новый uncharted делают поэтому к ним там претензий немного а вот тот же шафер не знаю я конечно не уверен что продолжение грим фанданга стоит делать но по крайней мере ну второй эпизод broken age бы сделал да вот вот лучше бы это а то ему денег не хватило давайте что у нас там неиздано еще нам нужно больше денег такой что неиздав вот еще есть грим фанат давай что там следующее если денег опять не хватит фулл троттл давай фулл троттл потом фулл троттл многие писали что ждут и я в общем согласен потому что ее уж точно не понимаешь в чем проблема нифига ты ее сейчас ни на чем не запустишь ну почему дозбоксы все запускается понимаешь что проблема фулл троттла может быть в том что там все вообще рисованное да если они опять потеряли все исходники то то хрен тебе они ищут ну как перерисовывать никто там не будет ничего понятно хотя вот сделали же этот monkey island переделанный ну там перерисовывали все заново вот да я и говорю что но там по моему не шаферы эти говорю делал ну вот да я даже не помню не гуглил но по моему не он там не не плечо так что вот такие дела да все так все так ну что ж на этом я думаю мы сегодня будем с вами прощаться поговорили про все квесты в мире да и про все ремастеры да заодно извините уж что не шибко весело но уж не слишком динамичная игра ну и вообще такой знаешь у нас алтскульный вечерок да про воспоминания и прочее лампово аналитическая передача час ночи в Иркутске уже три Леня почти три ночи в Иркутске да а если хотите веселенького приходите завтра в 23.00 на gta онлайн я думаю там будет веселенькое да вот а мы на сегодня с вами прощаемся с вами был Василий Гальперов и Леонид Давыдов stopgame.ru Grim Fandango Remastered всем спасибо всем до скорых встреч фаренгейт фаренгейт аппетита